Хейшки ребятки с вами Лекс и мы сегодня опять таки продолжаем играть Fit and Grow Fish и в данный момент у нас новые рыбки, ребята новые рыбки, это у нас получается Нарвал, это получается Вейлшарк и Броурак, Броурак не новая рыбка, но при этом мы в этом режиме можем играть в него впервые, вот такие вот дела, я так понял все хотят чтобы мы поиграли за Нарвала, давайте поиграем, нас очков хватает, понятия не имею сможем ли мы справиться со всем тем что нам предстоит увидеть в этом мире, в этом мире. В этом океане и в какой локации мы спаунимся? Мы спаунимся в этом, ой нифига приветик, это мои друзья, там орки, орки, орки идут, орки, ну эти, те самые, так ты меня надеюсь не укусишь рогом своим, они ведь могут кусаться случайным образом я так понимаю, я не знаю они своих кусают, но в том плане что не просто кусают, а именно проткнет сейчас меня случайно, пингвиненков нужно искать, потому что пингвинята, имеет очень много вкусняшки блин, он еще такой звук издает классный блин, крутые, не хочу я нападать на косаток, потому что что-то мне подсказывает, что косатки меня сожрут сразу же так, здесь есть подводные воды, дышать мне вроде бы не нужно, в отличии от кого там, от белухи, да, вроде белуха должна дышать, а нарвал видите почему-то не должен то есть выныривать мне на поверхность не обязательно видите, чем больше скорость, тем больше урон будет от моего рога окей, так, ну я пока вообще понятия не имею, где мне можно развиваться, потому что я вообще не вижу ни одного ни пингвина, ни той рыбы, которой можно питаться только вон, там есть косатка, а вон какая-то рыба плавает там есть косатка и все, то есть а вот пингвины, все, вижу их вижу вас пингвины, вижу ой, а это кто? это белуха белуха тоже страшная тема здесь вижу маленьких косаток надо их валить это очень важно сейчас для меня потому что если я сейчас не поем, я умру давай, у меня нужна еда мне нужна еда видите, как красная бьется а, у меня, кстати, кислород тоже кончается, я ошибался но мне нужна еда, как можно быстрее я так понимаю то, что я сейчас умру, я не успеваю а, не успел, фух, я успел привет, белуха она меня укусить хотела или что, я не могу понять это выглядело немножко опасно а ну-ка, давайте-ка свалим отсюда да, она меня кусает я проиграл, ребят я проиграл, но здесь ничего не сделать то есть мне в этой локации качаться, в принципе, вообще невозможно я так понимаю, то есть за белуху здесь невозможно прокачаться почему? потому что, ой, за белуху за любую рыбу невозможно прокачаться потому что слишком много врагов больших больших и сильных хочу ее протаранить рогом и не получается она сильнее меня, интересно, эта рыбина? понятия не имею но я с ней сражаюсь, окей что мне убегать теперь от нее то, что она взрослая я не буду убегать я не сдамся я проиграл, да ребят, ну такими темпами мы, конечно, сейчас проиграем вообще полностью все очки блин, вообще для кого эта локация создана? для людоедов? ну и как их назвать? для убийц для максимальных убийц то есть они для меня давайте-ка свалим отсюда нафиг потому что меня просто развалила одна рыбина которая самая слабая по сути мне нужно тогда валить самую стандартную локацию потому что здесь нечего ловить здесь нечего убивать и мы уже, видите, сколько мяса просто просрали и меня сейчас может убить любая рыба которая больше моего уровня которая больше немножко размером чем я абсолютно любая рыба там эти орки здесь кто-то плывет страшный кашалот вон видите, кит какой огромный к нему тоже подплывать нельзя я не знаю вообще какая-то аномалия происходит какие-то аномалии, ребят крабиков вижу не знаю, могу ли я их захавать по-моему, я захавать никого не могу и что-то у меня не получается ударить рогом я вроде пытаюсь а не получается во немножко мяса есть второй левел мы апнули ну тяжело, ребят действительно тяжело я не ожидал на самом деле что-то тяжело нужно в стартовую локацию самую стандартную идти во, все видали? чисто рогом завалили в стартовой локации хотя бы есть возможность поесть морских звезд туда морских ежей потому что если будет возможность кого-то победить то мы можем поесть хотя бы то, что не двигается здесь такого нету кстати, мы задыхаемся немножко уииии так, не стоит забывать что, вот кстати, рыба какие-то новые я не знаю ими мы можем питаться интересно о, нифига это новая, ребят новая штука то есть, видимо специально для нас для маленьких рыбок чтобы мы могли хоть где-то прокачиваться добавили еще маленьких вот таких вот рыбочек которые плавают и вы можете их сразу же проглатывать без проблем так, здесь броурак кстати, спаунинся то есть тоже нужно быть осторожным по максимуму а то сейчас как нападет ненароком и все так ну 20 экспы конечно это не особо много но при этом их смотрите сколько, да здесь много этих рыбок забирайтесь забирайтесь ну оп оп и оп там броурак заспаунился я немножко тогда ухожу отсюда так там что такое я не понимаю какой-то камень висячий в воздухе я думал это камень висячий в воздухе а это кусок мяса ой и никого нету вроде бы рядом знаете никого нету вроде бы рядом и кит нападает в этот момент офигеть да повезло сейчас я думаю что это за глыба такая висит это кусок мяса блин ну мы почти выросли ребят мы почти выросли благодаря вот такому подарку судьбы мы почти выросли я даже кости могу проглатывать кстати помните да мы играли с вами и не понимали почему мы не можем проглатывать кости вот именно эта рыба уже может это сделать и кстати у нас здесь появилась в этой игре на этой карте новая локация которая ой там кит не хочу я к нему подплывать появилась новая локация которая называется глубоководье не знаю как туда проплыть и где она начинается и кстати вот вейл шарк еще маленький еще не развившийся я так понимаю то есть китовая акула вот она передо мной плывет это еще детеныш так что можно не бояться также добавили новую акулу и за нее нельзя играть называется она а вот кстати глубоководье мы здесь называется новая акула гост шарк то есть акула призрак это вроде бы она и есть вот это вот я не знаю я еще не взрослая особь так что давайте лучше немножко повыше заберемся глубоководье я вообще не хочу заплывать если честно я понятия не имею насколько там будет опасно мне кажется ничего там опасного нет но при этом пока я не вырасту лучше не рисковать все равно лучше не рисковать это что такое увидели вот вейл шарки были здесь офигеть китовые акулы такие огромные офигенно и кстати новых раков точнее крабов добавили я вот не знаю насколько они сильные это называется колоссальные крабы они вот если я сейчас с него врежусь он меня убьет интересно давайте попробуем а я его завалил нифига да глубоководье как здесь прикольно работает то есть видите мы немножко погружаемся становится максимально практически темно то есть лучи света уже не попадают на такую глубину я с одного удара его убиваю то есть видите я только подплываю и бью рогом все этот колоссальный краб он сразу же погибает все у нас теперь гигантский рог гигантский нарвал сейчас мы всех порвем здесь нашим нарвалом но прикольный краб тоже мне было интересно вон видите еще один здесь акула еще молот я вот не знаю эта штука меня будет дамажить все слишком просто этот кратер меня будет убивать смотрите давайте попробуем тогда на акулу молот напасть не понял нифига она резвая она решила на меня напасть сама что-то ты какая-то слабая для того чтобы первой нападать мне тебе не кажется акула офигеть взяла напала просто так бешеная все нормально восьмой уровень у нас есть это получается мы уже взрослые особь и давайте теперь атаковать акул атаковать тех кто представляет опасность мы кстати с одного удара видите опять убили благодаря чему благодаря рогу только рог мне сейчас помог все я не знаю насколько это хорошее оружие наш рог то есть если к примеру акулу мы эту валим рогом то кого мы еще сможем завалить хватит ли нам рога для того чтобы убить к примеру белую акулу самую страшную пока что самого страшного хищника и здесь хотя может быть даже китовая здесь будет страшнее на самом деле китовые акулы не такие уж и страшные то есть они может быть и имеют колоссальный размер но при этом они и себя ничего опасного по крайней мере для человека не представляют но я не понял ты зачем нападаешь то зачем она нападает вы мне скажите для чего ты что хочешь доказать то что ты проиграешь опять у тебя получилось молодец так нам нужно дышать тоже не стоит забывать индикатор справа в нижнем углу плывем вверх сейчас хочу вынырнуть давай попробуем опа красиво ну почти красиво так там кусок мяса еще остался забираем его я вот не знаю кстати это кто оставил то что я вроде оставлял в любом случае я забираю десятый уровень потом обязательно попробуем напасть на каком бычу белую акулу и на китовую потому что мне даже интересно что же они себя представляют насколько они жесткие вон кстати мазозавр плавает на него я не понял а как так тень падает странно он так далеко а тень здесь близко почему-то находится на мазозавра мы потом нападем кстати еще добавили возможность играть за барракуду раньше нельзя было за барракуду играть на этом режиме на этой карте тоже можно будет попробовать ну если вам понравится ребят какие-то определенные рыбы за которых вы хотите увидеть дальнейшие летсплеи дальнейшие видео на канале то обязательно пишите что за рыба и как какую вы хотите увидеть вообще комментарии так не понял дайте мне ударить вас дайте мне ударить дай ударить нифига себе это я понимаю ой это что сейчас было я не понял ты думаешь что своим клювом может меня победить она застряла видите что происходит а я сейчас снизу вот так вот хоп 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 и все то есть поняли что я сделал я просунул рог прям между скал там где застряла рыба-меч прикольно пойдемте на черепах я думаю что самое наверное лучшее место где можно нормально начать качаться это черепахи там где черепахи спаунятся но главное чтобы они там были просто просто бывают такие моменты что приплываете сюда там никого нету так нужно дышать 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 потом вернемся опять таки в ту локацию на которой мы начали и покажем кто же на самом то деле там главный на той локации а то блин выгнали меня оттуда потому что я слишком слаб был теперь теперь я расту потихоньку расту крабов могу сразу проглатывать видите это уже отлично куда прыгаешь взял залез на меня покататься решил не зайцев не катаем без билетников не катаем а сами черепахи они появляются тоже на суше то есть на суше появляется и потом выплывает я вот не знаю есть там черепахи нету я не жалко не могу посмотреть голову видите достаю а посмотреть сам не могу что там на суше происходит то есть пока не выпрыгнешь из воды полностью ты не можешь посмотреть окей тогда давайте наверное сходим к месту где у нас спаунятся раки зеленые раки те самые раки богомола если я не ошибаюсь которые имеют очень сильный удар просто колоссальный у нас кстати сейчас уже будет одиннадцатый уровень мы с вами вроде бы в одной из серий определились где спаунятся акулы и постоянно теперь можем на этом месте спокойно фармиться я не знаю сейчас исправили или что нибудь или абсолютно все то же самое просто даже бить не надо то есть атаковать просто подплываете как можно ближе к цели и наносите урон рогом все никаких проблем никаких абсолютно не знаю насчет того как если мы налетим на белую акулу сколько ударов потребуется чтобы ее убить вот интересно оп все 49 урон ну 49 это мало там у белой акулы около 500 да к примеру жизней то есть 49 это никак не хватит это вообще никаким образом не даст возможность победить вам белую акулу помимо этого также здесь не забываем что есть мазозавр и также есть кашалот на них тоже мы обязательно попробуем эти все удары его кстати раки ж богомолы я не ошибаюсь вроде бы да с них больше экспы дают чем скрабов к примеру скрабов в разы меньше дышим вон это белая акула ведь это белая акула я вот боюсь на нее нападать а вот даже не знаю нападет ли она на меня если я буду плавать рядом с ней вроде бы белая акула но она пока что маленькая я не знаю левела восьмого может максимум десятого не знаю стоит ли нападать на нее сейчас но у меня в принципе есть возможность победить но при этом рисковать всеми своими уровнями я не хочу давайте все таки пойдем наверное спустимся в то место про которое я говорил хотя с другой стороны у нас только одиннадцатый уровень да еще белая акула кстати или это она же проплыла весь этот путь на них тоже можно качаться кстати а нет подожди-ка а что так мало вот на этих рыбках на угрях ой смотри что творит рак ой что творит ой что творит все равно всех сожру вас блин здесь вот опасно на самом деле находиться это акула непредсказуемо себя ведет видите она на меня не напала ребята она на меня не напала мне повезло а здесь кстати их две одна здесь плавает другая сзади меня еще мазозавр сверху не надо валить отсюда что-то мне кажется ребят не самая лучшая позиция для того чтобы качаться давайте-ка свалим я вот до сих пор ни разу не видел чтобы кашалот сражался с мазозавром мне было интересно посмотреть кто из них победит в равной схватке мне было ну не знаю познавательно так скажем мне кажется кашалот здесь проиграет хоть он масштабные размеры имеет мне кажется у него атаки поменьше чем мазозавра да и мазозавр поустрашающей выглядит если честно поустрашающей то есть смотришь на кашалота понимаешь что это обычный кашалот смотришь на мазозавра понимаешь что это дистерическая неведомная фигня которая может сожрать любого кто станет на его пути даже если это не так то есть здесь чисто ты основываешься лишь на внешнем виде этого существа только на внешнем виде так смотри-ка здесь у нас будут акулы я не помню тигровые вроде бы если я не ошибаюсь можно здесь качаться так же можно на обычных акулах молот качаться потому что они тоже довольно таки много мяса в себе имеют и еще нападают на меня то есть даже мне бежать за ними не нужно хотя они смотрю все боятся боятся не боялись раньше теперь другое время настало так вот тигровая акула кстати не знаю будет атаковать меня не будет или боится ну они вон маленькие какие смотри я этого акулу завалил не понял не понял сейчас не понял сейчас я сейчас не понял ничего эй масяка масяська ты что такая маленькая и решил на меня напасть ты понимаешь что шансы шансы на победу минимальные так офигеть сколько мяса вот это я понимаю улов не с этой акулы дофига ребят мясо падает и это еще акула вон на меня нападает еще старается я так понимаю а мы сейчас на нее сами нападем ну кстати атака у нее не слабенькая так могу сказать то есть она видите бьет и у вас кровотечение открывается это способность потому что акулы у меня еще кислород заканчивается нужно сейчас как можно быстрее всплыть сейчас съем мясо и всплывем они сами видите еще приходят сюда после того как мы с вами убьем акулу разделаем ее и она сразу бежит лишь бы сожрать это мясо лишь бы сожрать его так хорошо ну все я нашел себе цели которых можно покушать я думаю мы всех сейчас сможем победить без разницы броу рак не броу рак один на один мы их победим прям слоган какой-то один на один мы всех победим вон вы видите где появилась акула прямо передо мной то есть там она постоянно спаунится если у нас будет возможность проглатывать этих акул мы можем на этом месте просто стоять и спокойно фармить этих акул как мы делали в принципе с голиафом кстати они на меня не нападают как ни странно они на меня никак не нападают не реагируют если я сам на них первый не нападу так а это что такое это же белая акула правильно я вот боюсь на самом деле на нее нападать но мне кажется мы даже ее победим давайте немножко отплывем потому что это немножко опасно будет фух здесь такие даже акулы есть но она быстрая я не знаю а ну все она с одного тычка нашего рога умирая сразу же так эти вообще проглатываются без проблем нифига себе скорость вы видели как она пролетела так вот боюсь боюсь к белой акуле подходить думаю на 20 уровне можно будет попробовать а сейчас я не знаю о нифига здесь мясо какое-то а кто оставил спасибо халявное мясо неплохо неплохо так тигровые тоже куда-то уплывают постоянно ладно нападаю на тигровых видели то есть это благодаря скорости и одновременно урону моего рога мы ее сразу уничтожаем то есть какой-то опасности для меня теперь это акула по сути не несет но при этом все равно у нее довольно-таки угрожающий вид и помимо этого у нее зубы очень острые зубы которые вызывают у меня кровотечение готово видите кровотечение минус 2 минус 2 минус 2 постоянно так а мяса конечно вообще дофигища ты что нападаешь опять только что тебя завалил она появилась и все равно нападает 19 урон у нас маленький кстати урон от обычных укусов то есть хороший урон идет именно от удара рогом видите с рогом можно сразу завалить одного удара уже хватает для того чтобы завалить рогом эту акулу так 20 уровень ребята идем на белую эй а что она не появилась ладно странно это немножко странно так надо и так же сейчас быстрее как можно подышать воздухом чуть никого нету все исчезли все поняли что это моя территория окей вижу тигровую нападаю не ну что-то я не понял мы рогом вроде бы не нанесли урон сейчас рогом не нанесли жалко если я буду вот так вот мотать головой ааа работает так нифига себе смотрите можно вот так вот мотать головой в принципе давайте попробуем на этой акуле да офигеть это же просто безупречное оружие не увидели мне даже бить не надо никого просто головой мотаешь и все и он рогом всех избивает иди сюда акулка ты следующий претендент не это не получается то есть если она тебя кусает ты уже не можешь ничего сделать то есть ты только если со спины заходишь смотрите берешь разделываешь рогом и все у нас 21 уровень кстати я не хочу его кусать давай рогом уже вали и никак не отпустить ну все ищем белую акулу где же она вот она с богом у нас всего 400 хп у нее атака около 100 это может сейчас очень плохо для нас закончится но я постараюсь она кстати вроде бы уплывает от нас я не понимаю или что что происходит можем проиграть сейчас да мы проиграли мы проиграли но в любом случае растягивать этот видос не имело смысла я хотел попробовать если бы мы победили акулу эту белую на 20 уровне то можно было конечно идти дальше на остальных существ но так как видите белая акула имеет огромный просто урон помимо того что у нее острые зубы которые также наносит периодический урон помимо этого также у нее сам урон по себе около 100 даже больше то есть 3-4 удара и я умираю это 100% я конечно хотел как-то ее продамажить рогом но видите как только она мне хватает один раз рог уже не работает если бы от меня эта акула убегала тогда мы бы победили да если бы она боялась меня мы бы победили но так как у нас акула это ничего не боится белая то есть при первых признаках атаки на нее она сразу же уничтожаете как-то так надеюсь вам понравилось если да обязательно ставьте лайки пишите в комментариях не забываем подписываться в подконтакте ссылка и в описании в шапке канала это была игра Fit and Grow Fish с вами был Элег спасибо за просмотр и всем добра спасибо за просмотр